Область знаний Лекция на Радио Звезда Индийское кино Рассказывает младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак Область знаний Когда мы говорим об индийском кино, у нас возникает опять же стереотип Что индийский кинематограф это тот вид фильмов, где все танцуют и поют Как правило, там еще какой-нибудь сложный, замученный сюжет, где кровь, любовь, месть, какие-нибудь злодеи обязательно, которые вредят главному герою Но все это кончается хорошо, все это кончается хэппи-эндом Чаще всего, когда людей спрашивают о том, почему вам не нравится индийское кино чаще, вот такой вопрос Возникает, они говорят, потому что невозможно очень долго, все поют, ничего не понятно И вообще это просто невозможно смотреть, потому что это очень наивно, это такая вот какая-то постановка, практически самодеятельность Но на самом деле все не так просто, потому что индийский кинематограф начал свою историю в конце 19 века Собственно, когда братья Люмьер изобрели этот прекрасный вид искусства Он попал благодаря британским колонизаторам в Индию и начал свое шествие по индийскому субконтиненту Индийцам очень понравилось кино, и сегодня это один из вообще ключевых типов досуга индийца среднестатистического Смотреть фильмы Как кинематограф развивался? Конечно, сначала кинематограф был немым и черно-белым, как и везде В принципе, так же, как и в Европе, первые фильмы это были в основном экранизации какой-нибудь классики Или каких-нибудь сказок, потому что это было проще всего экранизировать на самом деле И представляло это собой такой заснятый на пленку спектакль Первый фильм индийский, доступный нам, сохранившийся, это Раджа Хрисчандра 1913 года Сохранился он фрагментарно, к сожалению, потому что пленка находилась в не очень хороших условиях И от него осталось там буквально минут 15 Это как раз-таки эпическое сказание, снятое в богатых декорациях, причем в декорациях естественных Потому что в случае с Индией декорации были везде Это тоже очень привлекало режиссеров, в том числе и европейцев Потому что, как всегда, интересует экзотика И чем экзотичнее и необычнее, тем интереснее И вот Индия подарила как раз возможность экранизировать большое количество эпических сказаний Плюс яркая природа, пусть и на черно-белой пленке, но все равно необычная и непривычная для европейца Индийские храмы, которые могли служить естественными декорациями Все это сделало свое дело Необычные костюмы, необычные вообще люди на экране Это было очень интересно и это снимали с большим удовольствием Кроме того, европейские режиссеры снимали различные сюжеты повседневности Естественно, документальные фильмы Но документальные фильмы у самих индийцев не приобрели такой популярности, как художественные Это связано, скорее всего, с особенностями индийской культуры Что индийцев не сильно интересует ни история, ни повседневность Потому что все это проходящее Рано или поздно это закончится и что об этом вспоминать? Поэтому какие-то документальные черно-белые фильмы смотрелись не так хорошо, как художественные А вот художественные фильмы очень нравились Потому что в них можно было включить еще изюминку А именно песни и танцы пресловутые, за которые индийское кино и ругают Почему в индийском кино все поют и танцуют? Танец и пение – это традиционные виды искусства в индийской культуре Это, во-первых. Во-вторых, звук как таковой ему придается огромное значение Потому что считается, что вселенная творилась со звуком, когда она возникла Прозвучал всем известный звук ом Это первый звук вообще, который раздался в этом мире Вся индийская повседневность наполнена по сей день огромным количеством звуков Сейчас, конечно, это такая причудливая какафония из каких-нибудь клаксонов, криков и так далее Но в Индии считается, что очень плохо, если тихо Потому что тихо – это бывает только на кладбище Вот там всегда тихо, там никто не поет, не танцует, не кричит А вот если это жизнь, то она должна звучать Поэтому, выходя на улицу, вы услышите, как кто-то продает чай Кто-то зазывает в свою лавку, звенят браслеты у женщин Это все считается добрым знаком Поэтому звуку и одному из его проявлений – пенью и, соответственно, музыке и танцу Придается большое значение в индийской культуре Кроме того, в Индии сложилась целая школа пения и танца традиционного Которая очень экзотична и часто даже недоступна европейцам Потому что индийские гармонии совершенно другие Например, индийское пение, которое в том числе и в кинематографе используется И так всех раздражает, вот многие, например, когда их спрашивают Ну, почему вам так не нравится индийское пение? Отвечают, ну, потому что они поют где-то вот высоко, переходя на ультразвук Но это невозможно слушать А на самом деле это как раз-таки очень сложно добиться подобного звучания И это целая школа, которая учит петь таким образом То же касается и танца Школа танца – это вообще древнейшая школа в индийских искусствах Стилей танца существует огромное количество классического танца И появился он, судя по всему, много, не то что столетия, а даже тысячелетий назад И изначально танец был храмовым ритуальным искусством Когда для публики, для паломников, посетителей этих храмов Разыгрывалось представление, основанное на священных текстах Грубо говоря, это то же самое, что книга с картинками Если ты неграмотный и не умеешь читать То ты можешь посмотреть картинки и попробовать понять вообще, что происходит Вот примерно ту же функцию носили храмовые танцы Так как большинство не то что не обладало возможностью изучать священные тексты И было неграмотным, а просто им было это не положено по касте Это было строго запрещено Только жрецы и еще некоторые касты высокие Допускались к изучению священных текстов Всем остальным это просто-напросто запрещалось Единственная возможность для них хоть что-то узнать О чем вообще пишут в Пуранах Это сказание о богах и героях Или в Техасах, это былины индийские О каких-то событиях прошлого Для них единственным способом с ними ознакомиться был танец И, конечно же, они с большим удовольствием приходили смотреть на эти представления И когда кинематограф проник в Индию Естественным образом пение и танец были включены в фильмы Конечно, когда фильмы были немыми, о пении и звуке речи не шло Но танец мог присутствовать в виде каких-то миниатюр Ну а когда появилось звуковое кино, здесь, собственно, Индия смогла разгуляться, что называется И танцы стали и песни включать в обязательном порядке Существуют фильмы, где бывает до 70 таких танцевально-музыкальных номеров Но стоит сказать, что эти номера, они не отдельно Они не подвешены в воздухе Они вплетены в сюжет фильма Просто иногда человек далекий от индийской культуры Или если фильм не сопровождается переводом или субтитрами Во время музыкального номера Не понимает, что происходит Потому что вдруг герои вроде бы говорили-говорили А тут они начали петь и танцевать Но на самом деле они поют и танцуют все о той же ситуации, которая в фильме разворачивается Чаще всего, конечно же, поют они про любовь И это связано еще с одной интересностью Дело в том, что несмотря на то, что Индия – это родина Камасутры Нравственные законы и вообще различные отношения между мужчинами и женщинами строго регламентированы И считается неприличным брать девушку за руку на людях И уж тем более целоваться Это можно отметить, что многие индийские фильмы, особенно старые фильмы Они без поцелуев Либо эти поцелуи очень завуалированы Но показать любовь между парой можно в танце Где они могут, конечно, не целоваться, но, например, соприкасаться с щечками Это будет говорить о том, что между ними что-то произошло Кроме того, конечно же, сам текст песен, стихотворный текст Тоже привязан к истории, которая в фильме рассказывается И вообще вот эта вот индустрия песен в кино – это совершенно отдельный пласт, который очень популярен в Индии Актеры, закадровые вот эти вот певцы и певицы крайне уважаемы Что интересно, песни и танцы помогают продакшену фильма То есть продвигать его в массы Чаще всего за несколько недель до выхода официальной премьеры на экраны Выпускаются альбомы с саундтреком, как бы мы сказали, с песнями Выпускаются эти кассеты или диски, или крутят их по радио Они звучат везде, их все слушают Моментально они становятся вирусными Потому что, как правило, эти мелодии очень запоминающиеся, такие приставучие Их все напевают Таким образом, фильм приобретает очки популярности Кроме того, еще одной такой фишкой, как сделать фильм более популярным Является приглашение какой-нибудь звезды первой величины Для того, чтобы она исполнила танец Вот такой музыкальный номер Этот номер называется «Айтем» И он вставляется в фильм Как раз таки, ну, это будет, допустим, 3-5 минут Но это сильно удорожает, во-первых, сам фильм И делает его более популярным Потому что, как ни странно Но некоторые поклонники индийских суперзвезд Ходят именно посмотреть на вот этот вот пятиминутный айтем Своего любимого героя И таких примеров достаточно много То есть, можно видеть фильмы, где сюжет совершенно один Ну, например, это какой-нибудь боевик Но вдруг в середине вставка с красивыми девушками Одна из этих красивых девушек – это суперзвезда индийского кино Которая поет, танцует Она здесь, да, играет какую-то эпизодическую роль Но вот они потанцевали и разбежались Но, тем не менее, она за это получила какие-то бешеные гонорары И фанаты этой звезды получили дополнительный плюс К тому, чтобы сходить на этот фильм Собственно, индийский кинематограф Прошел долгий путь становления И у него были свои взлеты и падения И, конечно же, стоит упомянуть о золотом веке индийского кинематографа Это примерно 50-60-е годы Когда снимается большое количество лент Уже в свободной Индии Индия получила независимость в 1947 году И вот после этого периода Уже как свободная независимая страна Она начинает снимать свои собственные фильмы Этот период связан, в первую очередь, с именем Раджа Капура Актера воистину великого Он снялся в огромном количестве фильмов Впоследствии продюсировал и режиссировал фильмы И эти фильмы вышли за пределы Индии То есть фильмы такие, как «Бродяга» Или «Господин 420» Они переводились на разные языки И транслировались на больших экранах В том числе в Советском Союзе И поэтому старшее поколение Хорошо знает, кто такой Радж Капур И с большой ностальгией вспоминает Вот эти вот индийские фильмы Надо сказать, что индийское кино Не всегда эксплуатирует тему мелодрамы Там большое количество жанров В современном кинематографе существуют И боевики, и фантастические фильмы О пришельцах, и фэнтези, и ужастики Комедии, естественно Но, как правило, мейнстримный кинематограф Популярный кинематограф Предпочитает сочетать жанры И жанры эти называются масала То есть смесь Это будет и боевик, и мелодрама И драма, и комедия И немножечко, я не знаю, фантастика, допустим Такие жанры наиболее популярны В больших кинотеатрах А вот кино, что называется не для всех В Индии тоже существует Оно называется параллельным, ну или авторским кино Это те ленты, которые демонстрируются На фестивалях, например Чем они отличаются? Кинематограф начал расходиться Вот на эти две ветви Примерно как раз в 50-е годы Потому что были фильмы для широкой публики При этом они не эксплуатировали Уж совсем какие-то глупые истории То есть там были и социальные подоплёки И драмы социальные И фильмы, посвящённые теме деревни Потому что Индия как раз проходила Индустриализацию в 50-е годы Это была важная тема Всё же считается, что это фильмы Такие вот для широкого зрителя Они всем понятны, эти истории Легко, в общем-то, считать и так далее А есть фильмы, которые более сложные Более нагруженные по тематике И вот в 50-е годы отделяется потихонечку Ряд режиссёров, которые хотят работать Условно в серьёзной манере Они хотят снимать именно серьёзное кино Драмы, социальные драмы в первую очередь Возможно, иногда на какие-то некомфортные темы Например, на темы касты и межкастовой дискриминации На темы женщин, женской эмансипации И вообще вот этих гендерных тенденций И так далее И в 70-е годы достигает пика Вот это движение параллельного кино И ряд режиссёров объединяется в группу И пишет манифест параллельного кино Где они фиксируют, что есть параллельное кино То есть чем они должны заниматься И сейчас продолжаются, конечно, вот эти эксперименты В авторском кино Но что интересно, режиссёры, завоевавшие Огромное количество премий Потихонечку обращаются обратно К кинематографу массовому И сейчас интересные тенденции Снова эти две ветви сближаются Потому что если посмотреть фильмы Болливуда Крупнейшей студии Даже это такой конгломерат студий Снимающих фильмы только на языке хинди А существует ещё много региональных студий Которые снимают на других языках Производительность этих студий впечатляет Только Болливуд снимает около тысячи картин в год У них причём от съёмок до постпродакшена Проходит около трёх месяцев часто То есть это бешеные скорости Очень большие бюджеты и так далее Так вот, если посмотреть на последние Какие-то новинки болливудского кино Можно заметить, что они перестали снимать Фильмы с счастливым концом Теперь, если раньше Какая бы драма на экране не разворачивалась Но тем не менее мы знали всегда Что рано или поздно зло будет наказано И добро восторжествует А герои поженятся и всё будет хорошо И они нам в конце споют об этом То теперь это не очевидно Теперь можно смотреть фильм И вроде бы там вот что-то Опять добро зло Как-то они взаимодействуют Но ты уже находишься в таком напряжении Немножко, потому что ты не знаешь Поженятся они или нет Или всё-таки там будет драма В стиле Ромео и Джульетты в конце Это интересно Судя по всему, кинопроизводство Прислушивается к запросам публики И публике, массовому зрителю В том числе надоели вот эти вот сказки Которые погружают в некий другой мир Отличный от того, что они видят на улице Они хотят всё-таки более приближенную среду И они хотят, чтобы говорили об их проблемах О том, что их волнует Поэтому сейчас можно видеть такие драмы И темы, опять же, связанные с дискриминацией женщин, например С различными темами домашнего насилия, например С темой межрелигиозной нетерпимости Часто, конечно, всё-таки тяготеют к хорошему концу Или к открытому финалу Где зритель сам решает, что же там будет И надеется, что всё будет хорошо Но, тем не менее, драмы тоже существуют И они, как ни странно, ни подрадоксально, казалось бы Не являясь вот этими вот сладкими сахарными сказками Собирают огромные кассы Пользуются большой популярностью Кино в современной Индии является Самым главным развлечением Доступным развлечением Потому что с самого начала и по сей день Кинематограф очень доступен Билет в кино стоит недорого Конечно, есть мультиплексы и различные большие кинотеатры Где и 3D-технологии задействованы и так далее Туда билет стоит дороже Но в целом есть небольшие кинотеатры Которые по старинке крутят плёнку на бобинах В общем-то туда можно купить билет за достаточно скромную сумму Поэтому кино доступно Ну и, наконец, кинематограф даже делал попытки Путешествовать по стране Были такие передвижные кинотеатры Которые показывали кино в деревнях на простыне Вот они приезжали под каким-нибудь деревом Такой стихийный зал разворачивали Вот это в простыню вешали И показывали фильмы Несколько дней И потом уезжали в следующую деревню Такой культ-просвет своеобразный Поэтому, так или иначе Любой индиец хоть раз в своей жизни Даже если он живёт в глухой деревне Смотрел кино И знаком с какими-то новинками кинематографа Знает звёзд кинематографа Знает, когда у них день рождения и так далее Конечно, переоценить Насколько индийское кино значимо для индийцев Достаточно сложно Рассказывала младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак Область знаний